Нюхни рюмашку. Сейчас я тоже донюхну. Изи-пизи, так сказать, лемон-сквизи. Или, выражаясь современным языком, добрый кола. Мы сейчас идем с вами в Парф-пар. Это такое заведение у нас в Петербурге, где можно подобрать себе любой парфюм на любой вкус. Не знаю, разрешат ли нам там снимать. Надеюсь, что да. На самом деле, я действительно очень давно хотела сходить в это заведение. Пойдемте. Ну что, мы в Парф-баре. Сейчас мы будем подбирать в ней духи. Я попросила подобрать, что похожее мне на Делину или на Анечку. Ну, просто я хочу один амбровый аромат, а второй с розовым. Вот. Сейчас посмотрим. Нам разрешили здесь немножко поснимать. Как называется еще? Энди Тороса. Энди Тороса. Менди Тороса. Энди Тороса. А аромат у нас очень сладаном. Минеральный и древесный. Я думаю такие. Минеральный слост. Да. Интересно. Минеральный сочетание. А что это за бренд? Я так помню. Энди Тороса. Энди Тороса. Энди Тороса. Энди Тороса. Название аромата будет Норф. Север. Вот здесь у них есть. Север. Прекрасно. То есть это минеральный. и ягоды для меня, и древесные фужеры. Но он не сладкий. Вот если есть эти ягоды, что вы теперь не знаете, такие клюковые... О, хоть что-то я... Хоть что-то, я понимаю. Ну, маленький такой мы возьмем, да. Этот нам нравится. Бракен, можно сказать, это фужерный специй, яркий, прям аромат. Специйный фужерный. А вот как вы определяете понятие фужер? Потому что я так чуть-чуть читала, там, знаете, каждый специалист. Если это все по старинке смотреть, то это лаванга, зеленый, это цитрусы, гордомоль. У меня мужское здесь, потому что здесь какая-то зелень, да? Зелень? Гвоздика, мускатная орета. Да, да. Вообще, она про папурки. Афюмерский, да? Вот папурки. Вот зеленые в лесу. Вот мы грибы поделим собирать. Слушай, прям вот грибы когда-то, да? Да, с лесом. Ну, это мои проекции. Нет, этот нет, вот этот мне понравился. Помощь из... У нас серия локусов, помощь два. Я, по-моему, знаю как. А мы сейчас обретемся. Ну, сейчас... Очень много... Здесь тоже она про жертв, да? У нас... На крадомолье, на смола. Это такой дымный хвоймер, да? Срежий. Не, он легкий для меня не нужно. Красивый, но легкий. Вот этот, конечно, прям... Я не думала, что у меня как-то еще так мозг подзабился, но... При всем уважении к муажам. Сам бренда, получается, потому что у нас восточный, но, конечно, из французской руки, по фигнал. Здесь, по-моему, лимонные, такие, сладкие, да? На старте всегда много цепрессов. То есть это... Каждый третий. Мне кажется, тебе понравилось. Ты любишь? Да. Волшебный глаз. Очень такие интересные. А что здесь еще раз в выпуске в этом? Сволы, фонанс. За счет бензоэм. Это все тоже. Детка, склада. Давайте тоже его тогда. Компион, первый в своей великой одежде. При одел женщин, так сказать. Очень такой, как кремовый, что ли? Как крем для тела, да? Он и кремовый. Пудра. Да, запомаженный за счет пудры. Как будто женская косметичка такая, вот, знаете, не бабушки, не мамы, а вот что-то такое совсем нежное. Довольно современное есть, надежное. А насколько он стойкий? Вот хорошо держит, кстати. Давайте тоже возьмем. Не слишком кремовый, но кремовый. Довольно. Довольно. Идеально игристое. О-о-о. С такой шипучестью вот это. Эти субъектом газированность. Здесь какие-то масла еще, да, нет? Какой-то масляный какой-то такой. Как будто вот, я не знаю, ежевику, малину, все вот перемешали в пюре. Да? Конечно. Ну, при ароматской киеве, как это прям сложный. Сладенько так. Мне нравится. Давайте вот этот тоже возьмем. Ну и приятно. Как они такие десантливые. Нюхни рюмашку. Сейчас я тоже его нюхну. Нет, все-таки вот этот был понежний. Понежний. Ну все. Спасибо вам за помощь. Я так волновалась. Думала, приду, тут будет очередь. Надо будет ждать. Я ничего не пойму, не разберусь. Спасибо, пожалуйста. Мы в Альдебате. Вы мне писали как-то в комментариях, что мой аромат, который называется Эдуру Барк от Эрме, очень похож на Изиа от Сисли. Вот сейчас мы это с вами проверим. Потому что я ни разу к этому аромату не подходила. Ну, я знаю, что ароматы Сисли очень популярны. Вот. Сейчас мы их одновременно и потестируем. Ну, он такой, как розовая вода, да. Очень сладкий. Цветочный такой. Приятно. Здесь-то, конечно, ревень, здесь прямо фрукты. Вот проблема с этим ароматом, что он нестойкий. Вот Изя наша, да? Изи пизи, так сказать, лемон сквизи. Ну, это, наверное, на лето, на весну. Сейчас я дам тебе попробовать. Что ты чувствуешь? Очень женственный такой, да? Да, ты мне больше любишь всякие вот эти куды в Востоке. Но мы сейчас тоже подойдем туда. Ты что, 30 мл стоит 8. Может, нам надо? Я вот думаю. Я вижу твой осуждающий взгляд. Вот это мне нравится. Хотя, вот посмотри, какую больше всего, вот эту, вот эту, видимо. Какую чаще всего использовали, та самая и популярная. Ой, какой мятный. Мятный такой, цветочный. Называется Le Revers d'Auber. Свежий. Прям даже ментоловый, я сказала, бы. Хорошо. Ну что, все уже все давно попробовали. А я позже всех, зато осознанно. К табаку отношусь ровно. Но здесь это прямо, ох, ядрёно вошь. Ох, ох. Новинка у них тонко-кола, аромат кока-колы. Или, выражаясь современным языком, добрый кола. Пропал стенд Fenty Beauty. Куда же он делся? Исчез. Все разобрали. Ну, значит, нет Fenty Beauty, будем брать маленькую фею. В принципе, у нас есть запрос. Попросили посоветовать сладкий аромат. Ну, я думаю, что Лалибелла, наверное. Кто, если не Лалибелла? Тут почули, конечно, с розой. Кокосовый такой. Очень сладкий. Кокосовый десерт такой просто. Ну, это вот, что называется, для дорогих друзей. 28 тысяч рублей. Так, еще один аромат. Побюджетнее. Аромат, получается, в... Дилан Пепл. Версачи. Версачи. Как я и говорила, Версачи я очень люблю. Почувствуй. Да, очень такой сладкий. И приятный. Приятный. Заходишь, пахнешь этим ароматом. И не ждешь от тебя никакой, да, подлости и подвоха. Все раз так, милая, зашла женщина, да. Что мне нравится в нашем Оль-де-Бате, вот конкретно вот здесь. Здесь очень любезные и ненавязчивые консультанты. Мы ходим, нам разрешают снимать, он нам ничего не говорит. Не говорит, женщина, передаем за проезд. Мы продолжаем тему рюмашек. От рюмашек мы перешли уже к бокалам. Чем мне нравится вот Джоже Армани вот этот стенд, так это тем, что если вы не знаете, как пахнет конкретный какой-то вот, да, компонент, то здесь с ним можно ознакомиться. Мой любимый жасмин. Шикарно. Чувствую себя с Амелье.